Ре! Вис Этерс Ирте! Весной этого года Провидус и Делна опубликовали очень основательное исследование и анализ работы КНАБа во время Ярослава Стрельченко, который был основан на многих интервью и документах. И сейчас в рамках этого проекта было подготовлено обобщение, добавлено информация, что появилось позже. Конкретное возражение КНАБа по этому документу заключалось в том, что при подготовке обобщенного материала мнение бюро не спросили. С комментариями руководства КНАБ сегодня вообще возникла патовая ситуация. Ярослав Стрельченок не может комментировать свое решение, поскольку у него закончились полномочия. Соответственно, он не может выступать от лица бюро. После него осталось только письменное обоснование этого решения. КНАБ считает, что обе неправительственные организации допустили нарушение этических норм на протяжении длительного времени, распространяя и публикуя бюро в непроверенную и несоответствующую фактической ситуации информацию. Оценка этого решения Ярослава Стрельченка со стороны бывших руководителей КНАБ разделилась. Это решение, на мой взгляд, было опрометчиво. Особенно оно некрасиво выглядит с точки зрения того, что решение об исключении двух организаций общественного консультативного совета было принято за неделю до окончания полномочия начальника КНАБ. И он не стал идти по воду всей до организации, я так считаю. Они, в принципе, не занимаются тем, чтобы принести какую-то пользу обществу, а не занимаются чистой политикой. Чем запомнится эпоха стрельченок в КНАБ? Самые громкие дела – задержание главы ЛДЗ Угиса Маганиса и мэра Юрмалы Гатой Сатруксница. Правда, первый на данный момент на свободе, второй и на свободе, и в кресле мэра. Одно из завершенных дел – обвинение против судьи Ивиты Берзини и предпринимателя Гулама Гулами. Оба отделались штрафами и условными сроками. Это не в руках КНАБ, а в руках прокуратуры и суда. И так же, как и общество в целом, я не понимаю, как за взятку в десятки тысяч судью можно оставить на свободе и ограничиться денежным штрафом, который в четыре раза меньше полученной взятки. На протяжении практически всего срока своих полномочий стрельченок боролся с подчиненными. Открыто конфликтовал с Ютой Стрите. Правда, все его распоряжения оспаривались в суда. Где КНАБ постоянно проигрывал. Самое плохое, что было, это то, что я сталкивался сам. Те люди, которые у него уже были или остались в наследстве, которых я уже получил в наследстве, у них не сама цель была бороться с коррупцией, а сама цель – работать на конкретные политические силы. До того момента, как будет найден новый руководитель, исполнять обязанности главы бюро будет Илза Юрча. Данил Смирнов, Кришинис Лейтес, Латвийское телевидение.